Так, ну что, добрый день. Как я и обещал, что мы записываем сейчас вторую часть. Это для тех людей, которые уже либо были на первой встрече, либо общались, либо знакомы с бизнес-предложением компании «Коралловый клуб», и появилось желание разобраться дальше. То есть реально, что это такое? Маркетинг-план, бизнес-план более детально, что делать, с чего начинать. Вот и для этого наша сегодняшняя встреча, она будет немножечко больше, чем первая, потому что и больше вопросов, которые нужно на сегодняшний момент обсудить. Давайте мы начнем по порядку. В любом вопросе нужно разбираться с некоторыми моментами. Первое – это зачем, что и как. То есть три вопроса, на которые нужно самим себе дать ответ. Если в первой части мы поговорили зачем и, в принципе, поговорили общую модель бизнеса, теперь задача разобраться более детально. В первую очередь мы должны понимать, что это такой же бизнес, как и любой другой, и от создания товарооборота зависит наш бизнес. Если мы открыли магазин, ну, неважно, с продуктами питания, вопрос – какой нужен товарооборот, какие обязательства? Да нет, обязательств. Ты либо развиваешься, создаешь товарооборот, зарабатываешь деньги, не создаешь – ничего нет. Мой бизнес – это то же самое. Это не то место, где ты пришел, вложил деньги, можешь ничего не делать. Есть товарооборот, есть процент с него и есть развитие. То есть все очень просто. И теперь давайте поговорим не только о маркетинг-плане, мы об этом дальше поговорим, а о факторах, которые влияют на создание товарооборота, потому что в отрыве нельзя смотреть. Первый критерий – это стратегия самой компании. Ее история развития, ее создание, ее принципы, цели, ну и так далее. Второе – мы поговорим о продукте, как о факторе или системе создания товарооборота. Третье – это бизнес-план. Бизнес-план, каким сроком, что для этого нужно сделать, для того, чтобы выйти на тот или иной доход. И четвертое – это система. Система развития бизнеса, то есть в самой лучшей компании есть все суперинструменты, но нет наставников, которые помогут, нет бизнес-системы, когда я ничего не умею, меня кто-то должен научить, шансов на развитие у нас практически не существует. Если бы я пришел в эту компанию, у меня не было этого четвертого пункта, то есть не было бы наставника, я бы ничего не смог сделать. Поэтому для меня, даже скорее всего, для людей, которые ничего, скажем так, никогда не занимались подобным бизнесом, MLM или еще чем-то, первое, с чего вы должны обратить внимание – это поддержка, есть ли система в вашем бизнесе и в вашей команде. Итак, давайте первое поговорим обо всем по чуть-чуть с точки зрения стратегии развития. Первое. Мы должны понимать, что есть такая ассоциация, которая называется DSA. DSA – ассоциация прямых продаж, которая входит в топ-компании в мире. Если мы возьмем рейтинг топ-10, топ-10, мы увидим, что первые пять компаний – это все компании, которые вышли из западного пространства, то есть Америка, некоторые, может быть, Европа. О чем идет речь? Эмвей, Эйвон, Арифлейм, Топервар, Гербовая, то есть вот эти компании. И если вопрос, как они развивались, то есть мы проанализируем их историю. Первое, они шли с Америки. Второе, испаноговорящие страхи. Следующий момент. Через Англию открывалась Европа, через Бенгрию, Румынию открывался Советский Союз, Азия открывалась через Японию. То есть Советский Союз и СНГ – это страны третьего мира, в которых создавались не самые большие товарообороты. И о чем идет речь? Если мы приходим в такую компанию, да, она миллиардная, но у нас цель развиться дальше, выйти на доход свыше 10 тысяч долларов в месяц, мы не сможем это сделать в своей стране только. Нам нужно выходить на новые рынки. А как правило, в этих компаниях эти рынки заняты. Я когда общался с одним из топ-лидеров в моей компании, этот человек живет в Румынии, и он говорил, что в каравном клубе нет громадное количество условий. Нет того, нет того, нет того, нет условий, нет инструментов работы. Я задал очень простой вопрос. Скажи, а почему ты тогда остаешься, почему ты не уходишь? Он ответил мне очень интересный момент. Он говорит, Саш, одно дело прийти в миллиардную компанию, другое дело создать ее. Говорит, слишком велик, ну как куш, что ли, можно сказать, да, слишком велика, слишком велика победа может быть, если мы это сможем создать. Вот это колоссальное значение. Теперь вопрос каравового клуба. Каравовому клубу на сегодняшний момент 15 лет. Создатель компании, профессиональный бизнесмен в прошлом, Леонид Ва, в прошлом еще когда-то работал на Байконуре. Он выходец, он с Украины, он сам с Николаева. Да, компанию зарегистрировали в Канаде, производство находится вот в разных странах. Вопрос, почему там, вопрос риторический, потому что что-то регистрировать в 90-х годах, это, в принципе, ну как минимум было бы неразумно в Советском Союзе. Вот. Поэтому мы начали развиваться с СНГ. И только сейчас, буквально год назад, компания выходит на европейский рынок. Мы официально там представлены. Представьте, 600 миллионов человек только по одной Европе, открытый рынок. А мы через интернет можем развивать этот бизнес. Поэтому это первый фактор. Это территориальный потенциал компании. Стратегия развития. Напишите первое. Это территориальный потенциал. Второй момент. Это финансовый потенциал. Компания во всех странах открывает представительство, выкупая помещение. И официально выходит на рынок, сертифицируя продукт. Это с точки зрения финансового потенциала. Понимаете, о чем речь. Третий. Научный потенциал. За этим продуктом стоят люди, которые фактически имеют мировое имя. Тот же самый продукт из Алоэ Вера. Его первый открыватель является Клинтон Холвард. Продукты из Спирулины. Кристофер Хиллз. Все компании, в которых есть эти продукты, они берут, скажем так, первоисточник у этих людей. То же самое по ряду моментов. То есть реально за этим стоят очень серьезные люди. И следующий момент. С точки зрения развития. О чем идет речь? Если мы сейчас проанализируем историю развития любого бизнеса. У любого бизнеса, у любого продукта, у любой компании есть три стадии входа на рынок. Первая – это негатив, но здесь все понятно. Второе – вход на рынок так называемый. Когда подготавливаются инструменты. Следующая – начинается экспоненциальный рост, охват рынка так называемый. И третий момент – это стабилизация рынка. Мы это неоднократно можем смотреть. Компания МВ и многие-многие другие. Компания МВ 70 лет на рынке. Товарооборот 12 миллиардов долларов. Миллиардов долларов. Теперь вопрос с точки зрения каравового клуба. Каравовый клуб существует уже 15 лет. И весь этот период – это был период становления. Мы не могли выйти на международную арену, не подготовившись. Есть печальный опыт компании Vision. Когда не подготовив инструменты, она выходит в одну из европейских стран. И пришли серьезные люди, и они разочаровались. Все, больше этой компании не было на рынке. Если цель прийти и заработать быстро денег, да, это одна история. Но если цель прийти и стать миллиардной, и войти в топ-3 компаний мировых, и вообще стать первой компанией в мире, нужна другая стратегия, постепенная. И буквально год назад, в 2014 году, президент компании объявил о том, что мы способны увеличить мощность производства в 35 раз, без потерь качества и так далее. То есть все при этом сохранится. Поэтому сегодня объявлен курс. Это экспоненциальный рост. Это увеличится за 10 лет в 10 раз. Кстати, это первая причина, почему я вернулся в бизнес на 100%. Меня очень интересует это развитие. Представьте, на сегодняшний момент уже масса успешных людей, но в 10 раз увеличится от того, что есть. Это в 10 раз быстрее темпа развития. Мы находимся сегодня в самом начале. Это первое, с точки зрения стратегии компании. Идем дальше. Второй момент. Второй момент это с точки зрения продукта. Как создается товарооборот? Первое. Для меня самое важное, чтобы человек остался доволен, чтобы он получил результат. Я не занимаюсь, вот первая встреча, я даже часто не рассказываю о продукте, его не продвигаю. Первичная ценность это дать человеку систему знаний, дать ему удочку, и он в течение всей своей жизни будет ловить рыбу себе. Ну можно так говорить. У нас есть целостная концепция, на которой мы строим бизнес. Первое. Мы обучаем людей, что организм нужно напоить. Мы говорим о том, что нужно пить воду, мы говорим о свойствах воды. Ну давайте возьмем хотя бы несколько ключевых. Кислотно-щелочной баланс, окислительно-восстановительный потенциал воды. Хотя бы вот эти несколько. Можем еще память, поверхностное натяжение взять. Ну предположим, с точки зрения кислотно-щелочного баланса, о чем мы говорим людям. На сегодняшний момент 80% еды, которую едят люди, она является кислотообразующей. У нас изменились принципы питания, даже если мы питаемся живой едой. Вот Аварбук в 1932 году, он доказал, что чем больше мы себя закисляем, тем больше вероятность развития онкологии. По прогнозам многих ученых, каждый второй человек будет иметь онкологию. И первое, что мы должны делать, мы должны пить слабо-щелочную воду. То есть по аж до 8 и так далее. Поэтому вот оно первое, о чем мы говорим. Второе, поверхностное натяжение. Это способность воды проникать в клетку, вывести из нее токсин. Четвертое, окислительно-восстановительный потенциал. Если, скажем так, вот мы внутри заряжены отрицательно, в милливольтах есть определенная энергия, да? И всю воду, которую мы пьем, она либо нас разряжает, разряжает, либо она нам дает энергию. И вопрос, ту воду, которую мы сегодня пьем, я мерил ту воду, которую я производил, вода бутылированная, очищенная. Вода имеет параметр плюс 200, плюс 300, вместо минуса. То есть это в 10 раз, в 30 раз хуже норм. Организм больше тратит энергию, чтобы ее усвоить. Нам вода нужна с минусом. А даже если она была в источнике целебной, как только мы ее забрали, заряд полностью потерялся. Поэтому то, что мы предлагаем, то, что мы говорим о коралловой воде, реально на сегодняшний момент альтернативы не существует. Принесите любую воду, мы померяем ее на приборы. И это первое, чему мы учим людей, организм напоить. Второе, организм почистить. Почему? Да потому что четвертая стадия зашвакованности, это та же самая онкология. Представьте, наш кишечник, наш кишечник, 30 к 40 годам, он полностью вот в слизи, токсинах, шваках. Кстати, в этой среде живут паразиты. Это первая причина закисленной организма. Паразиты это следствие. И нам нужно избавлять организм от вот этой токсичности. У нас есть очистки организма полностью на травах, которые за 14 дней, очистка называется калавада, чистят организм на клеточном уровне, без отрыва от привычного образа жизни. Человек внешне начинает меняться, ему рассказывать больше ничего не нужно будет. Представьте человека, который потерял 5, 10, 15 килограмм. Как он будет себя чувствовать? Вопрос опять же риторический. Это второе. Третье, чему мы учим людей, что мы можем решить любую проблему со здоровьем, либо сохранить, продлить свою жизнь, если мы научимся организм питать, то есть накормить. Мы едим еду для двух целей, скажем так. Это получение, ну помимо удовольствия, это получение энергии, получение строительного материала. Но энергию мы не получаем, потому что, понятно, едим мертвую еду. И строительного материала тоже самое. Поэтому жизненно важно потреблять кальций, витамины, минералы, аминокислоты, омегу. Раньше детям давали рыбий жир. Для чего это омега? Из этого состоит мозг, сердце, печень, ну и так далее. Вопрос, что мы сейчас лучше стали питаться, почему детям перестали это давать? Это определенное питание. И это целое направление. Человек, который научится правильно питаться, то есть обогащать свой рацион, он всегда будет здоровым и решит любую проблему по здоровью. И четвертое, мы учим людей, что организм нужно защитить. Защитить от чего? От воздействия окружающей среды, антиоксидантная защита, моющая, ну это все, что с этим связано. А теперь представьте на секундочку, есть много компаний, которые занимаются БАДами, но ни у кого нет воды, о которой мы сегодня говорим. Человек может пить самые лучшие добавки, но без воды и без очистки организма это все не принесет результат, человек не сможет быть здоровым. Именно поэтому вот он продукт, вот с чем мы вышли на рынок. Представьте, какой потенциал с точки зрения рынков. Именно на этом продукте я всегда создавал товарооборот. Мне об этом очень легко говорить. Мой бизнес связан с водой. И тут не нужно ничего объяснять, ничего доказывать. Это как аксиома, это факт. Поэтому с точки зрения продукта поговорили. Идем дальше, с точки зрения бизнеса. Ну что, и третий сейчас, это самый объемный блок, которым нужно разобраться. Это блок называется бизнес-панк. В чем отличие, в чем разница между компаниями, между индустрией, принципы работы. Причем люди, когда говорят, ну это одна и та же система. Ребят, система совершенно разная. Это то же самое, что сравнивает Жигули и Мерседес, предположим, или Бентли с Мерседесом. То есть это моменты, которые не сравниваются. Есть разница, есть с точки зрения КПД. За одни и те же усилия в разных компаниях человек совершенно по-разному. Он получает доход, ну и так далее. Более того, я хочу с вами поделиться своим анализом. За протяжении, за последние 7 лет это были сотни и тысячи встреч с людьми с разных абсолютно компаний. Бинарная, матричная, равноуровневая компания. Ну то есть все возможные. Я хочу поделиться, в чем разница. Я думаю, что эта информация вам пригодится для того, чтобы выбирать бизнес, выбирать там, рассматривать предложение, ну и так далее. Первое, о чем идет речь. Мы должны с вами понимать, что любой бизнес, он построен на чем? Есть производство, есть цена товара, есть процент в сеть. И вопрос, как этот процент распределяется в сети. Моя компания выделяет в сеть ровно 46% цены товара. Вопрос, как он распределяется? По распределению есть несколько типов компаний. К примеру, человек приходит в компанию, предположим, лидерские компании. Компания одна из самых известных в мире, которая 70 лет существует, не буду называть название. Кому будет интересно, можем лично пообщаться и разобрать эти все моменты. Как происходит развитие? Человек приходит в компанию, он создает товарооборот, но в компании не предусмотрено серьезных выплат в начале. Человек делает товарооборот. 300 долларов, 600, 900, 1200, 1500, 2400, а денег нормальных, кроме как с продаж, он не получает. И он, да, ему с определенного периода начинается рост. Всегда есть люди, которые зарабатывают большие деньги, чеки, и говорят, давай, ты сможешь. И, как правило, это все выглядит на внешней мотивации. Но пока человек не получит внутреннюю мотивацию, его все время нужно подстегивать. Ни о каком пассивном доходе до этих людей речи быть не может. Вы можете на это обратить внимание. Есть такая штука, как проходимость чека. Когда ты зарабатываешь 10 тысяч долларов, сколько людей у тебя в организации зарабатывают? Тысячу, две, пять или дальше. Очень важно, чтобы это все было сбалансировано. Есть компании бинарные, при которых человек приходит... Давайте определимся так. Я вам покажу некоторые типы маркетинг-планов, в чем разница. Первый тип маркетинг-планов – это бинарные компании. Бинар. Бинар – это всегда две ветки. Причем всегда эти бинарные компании отличаются основными моментами. Это вход на рынок. Это первое. Имеется в виду, что вход в компанию всегда выкупается. 300 долларов, 500 долларов и так далее. Это всегда монопродукт. Он один или их максимум несколько. Скорее всего, он непотребляемый. Скорее всего, человек бы не покупал его, если бы не бизнес-предложение. Но в этих компаниях работают очень серьезные люди, которые умеют очень круто мотивировать. И когда тебе показывают миллионы и говорят, тебе всего лишь нужно принести 300 или 900 долларов, потому что это же ерунда, да? И на этом все начинается. Потом, под мотивацией, что я под вас подпишу людей, построю бизнес, но представьте, в компании люди, которые изначально не настроены на то, что работают, под них подпишут, они же были замотивированы на бесплатный сыр. И потом, рано или поздно, эти проценты, они рассеиваются в сети. Если человек один работает, а получают их все. Когда человек говорит, у нас самые большие проценты, ну, ребят, дело не хитрое, поставить, к примеру, если продукт стоит 20 гривен, ну, 100 гривен, да, и поставить на него цену 1000 гривен, вообще можно отдать в сети 500 и 800 процентов. Но у меня вопрос, цена-качество. Должен всегда быть определенный баланс. Нет ни одной компании в мире бинарной, которая бы существовала больше, там, 3-5-7 лет. Это максимум. Они все рушатся, они все уходят из рынка. Поэтому все эти предложения, новая компания, новая компания, новый проект, супертехнология. Я знаю людей, которые уже на протяжении 7 лет ходят из компании в компанию. В то время, когда я пришел в свою и создал пассивный доход, и реально я спокоен за свое будущее. Эти люди даже придумывают отдельно компанию в компании, типа какой-то клуб. Потому что они знают, что люди, они не могут даже говорить о компании. Им нужно продавать только себя. Это бинарная компания. Плюс, если говорят, что очень большие проценты, есть такая штука, как маргинальная прибыль. Компания просто не способна эти проценты выплачивать в сеть. И как только люди подходят к максимальной квалификации, компания рушится. Следующий момент. Второй тип маркетинг-планов – это компании равноуровневые. В чем разница? Выплачивается процент в сеть с четко подписанных людей. То есть первое, второе, третье, пятое поколение. Как правило, проценты очень большие. Там счастье жизни, новая жизнь. По-моему, эти компании, я уже могу ошибаться, но не существует. Очень большие проценты, но очень большая ловушка. Когда человек вас обгоняет по статусу, либо же он находится в глубине, человек ничего не получает. Поэтому работа фактически вхолостую. Эта компания подойдет для людей, для которых любят много подписывать, много рекрутировать. Это равноуровневая компания. Есть компании продажные, где человек, к примеру, большой процент, клубная и розничная цена. Соответственно, основной акцент ты должен там продавать. Если ты хочешь продавать, то моя компания для тебя совершенно не лучший вариант. Тебе лучше найти ту компанию, которой будет больше процентов с этих моментов. Следующая компания. Тип маркетинг-планов. Матрицы. Матрицы, да? О чем идет речь? Это компании, которые развиваются по типу. Три ветки. Причем, к примеру, если ты хочешь стать директором, тебе нужно вырастить три человека, которые делают по 150 баллов. Предположим, если хотя бы один из них сделал 140, а этот больше, это не считается, ты не будешь директором. Идем дальше. Золотой директор. Это три директора именно вот в этой последовательности, а у каждого из них три человека, которые сделали по 150 баллов. Теперь представьте, один из них вот этот человек не сделал. Вы ничего не получаете. Если этот человек обгоняет ваш по рангу, вы ничего с него не получаете. И так далее, и так далее, и так далее. Начинаются махинации, начинается выкупать продукт, рушатся отношения, ну и многие-многие моменты. Это матрицы. И третий маркетинг-план, основной, который построен, то есть это ступенчатые, с отделением. Ступенчатые, с отделением. С комиссионной частью. Но есть маркетинг-планы, где ступенчатая часть, это вообще весь тип маркетинг-плана человека. Ну, к примеру, есть одноименная компания, самая известная в мире. Выглядит это вот таким вот образом. 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% и 21%. Представьте на секундочку, что для того, чтобы тебе получать деньги с нижнего человека, тебе всегда нужно быть на ран впереди. Если он обгоняет, ты с него тоже ничего не получаешь. А для того, чтобы на шаг впереди быть, всегда нужен хвостик вот здесь вот. Здесь хвостик, там, предположим, 400 баллов, здесь хвостик 800 баллов, здесь хвостик, там, больше 1000 баллов, 1200 баллов, здесь хвостик, на этом статусе хвостик 4000 баллов. Если ты не увы... То есть ни о каком пассивном доходе не идет речь, ты постоянно должен подписывать и искать новых людей. И, собственно, везде можно зарабатывать деньги, везде можно построить бизнес. Но задайте себе вопрос, ради чего вы пришли в эту компанию, ради чего вы начали чем-то заниматься? В первую очередь, конечно же, это своя семья, это близкие, это родные, это улучшение качества жизни. И когда спрашиваю человека, слушай, а ты сколько в этом бизнесе? Реально, какой ты создаешь товар-оборот, сколько ты действовал? И человек говорит, что особо-то ничего не поменялось, ничего не изменилось. Может, стоит задать вопрос, а в чем причина? Если причина в действиях, в ней вопрос начинает действовать. Но бывает иногда причина вот в этих трех пунктах. И человек даже, какой бы он умничка ни был, никогда не сможет построить большой бизнес. Ну что, и теперь самое время пришло поговорить о бизнес-флане, о маркетинг-флане компании Кураловый клуб. Первый момент. Мы должны с вами анализировать, вот, давайте я вернусь на секунду, к нашему пункту, о котором мы говорили. О точках опоры. Для того, чтобы построить реально серьезный бизнес, должны быть созданы условия для потребителей. Это люди, которые только пришли, им должно быть комфортно пользоваться продуктом. Второе. Это дистрибьюторы младшего звена, можно так назвать. Как быстро я могу выйти в этой компании на доход в 500 тысяч долларов? Третий вопрос. Дистрибьюторы среднего звена. Как скоро я могу выйти на доход в 3-5 тысяч долларов, предположим. И последний момент. Дистрибьюторы, ну, это топ-лидеры компании. Комиссионная часть и так далее, и так далее. Много разных моментов. Каждый из пунктов имеет колоссальное значение. Ну, предположим. Ну, во-первых, 95% любого товарооборота создают так или иначе потребители. Если потребителям некомфортно пользоваться этим продуктом, товарооборот будет нестабилен. Следующий. Дистрибьюторы младшего звена. Если человек длительное время находится в компании, и он вначале, он не может заработать. То есть мы сравнивали товарообороты в одной из компаний. Разница у нас по товарооборотам получилась там 30 долларов, а у нас 140. Ну, представьте, разница один и тот же товарооборот. То есть представьте, человек не зарабатывает денег. И когда наступает кризис в стране, эти люди начинают уходить. Конечно, вышестоящие лидеры начинают мотивировать, начинают вдохновлять. Слушай, конечно, давай мы будем с тобой дальше развиваться, но тем не менее эта работа очень большая текучка. Вот здесь уходит 95% людей. Почему важен и этот пункт? Поэтому давайте сейчас проанализируем маркетинг-фан Кораллового клуба с точки зрения четырех точек опоры. Мы об этом сейчас поговорим. Первое. Человек становится потребителем. Условия для потребителей. Человек просто оформляет себе дисконт через интернет. Без взносов, без обязательств и без каких-либо требований. Потребители получают первое. Это 20% дисконт на весь продукт. Доступ на все склады. Компании. Люди сами приходят и берут продукт. И третье. Это вип-клиенты. Вип-клиенты. Кто такие вип-клиенты? Это люди, которые у них кто-то оформил себе дисконт. Люди начали пользоваться продуктом. И у этих людей увеличилась скидка еще плюс в 10%. Когда накопилось 500 баллов за все время. Соотношение баллов 1 балл равен 1,4 доллара. Доллар у нас в компании сейчас курс 14. Он будет повышаться, понижаться, не имеет значения. Во все, всегда наше направление, наша тема будет востребована. Идем дальше. Это потребители. Очень комфортно и очень удобно. Теперь модель бизнеса. Теперь модель бизнеса. Как это работает? Аналогия очень простая. То же самое, как организовать свой бизнес. Когда мы открываем свой магазин, помните, в первой части я об этом рассказывал, мы открываем сеть магазинов. Я бы сразу сказал, что начиная с первой квалификации ориентироваться на поиск партнеров, а не только потребителей. Причем это происходит очень просто. Как? Ну это мы учим. Мы вместе с человеком садимся, мы вместе звоним, мы вместе встречаемся, мы вместе проводим встречи, мы учим работать в интернете, мы обучаем разным методикам. Сейчас вопрос как, это мы поговорим дальше. Просто пока представьте, что это будет срабатывать для у человека. Первая квалификация это уровень директора. Директор это человек, который делает товарооборот 500 баллов в месяц со всеми подписанными людьми и даже это могут быть начинающие партнеры. его начинающие, которые пока еще не делают 500 баллов. У директора какие он получает проценты? С личного товарооборота 20 процентов. Например, взял на 100 баллов, 20 процентов получил, 20 долларов получил. И с каждого потребителя тоже 20 процентов. С вип-клиентов 10 процентов. его организации. То есть все просто и понятно. На этом этапе человек уже может зарабатывать от 100 до 200 долларов. Для начала в принципе, ну как дополнительный доход может быть. Но идем дальше. Мы начинаем развиваться. Эти люди, которым интересен этот бизнес, они попали на события, они включились. У нас события постоянно раз 3 месяца проходят, системные обучающие. Мы работаем через события. И эти люди становятся директорами. То есть каждый директор это как, ну что ли, как магазин. Только в данном случае это ваши друзья, близкие, знакомые, либо люди, с которыми вы познакомились. У меня сейчас организация есть в Италии, в Германии, в Польше, Испанию я назвал, Шотландия, в Америке, в Чикаго, что еще? Сейчас в Дубае появились. Ну то есть Казахстан. Я могу много сейчас перечислять. Вот. Это ваши партнеры. И каждый человек делает 500 баллов. Не нужно увеличивать групповой товарооборот. Если этот человек обгонит вас по статусу, у нас это даже выгодно. Вы будете все равно получать свой процент с товарооборота. То есть модель очень понятная. Такой же, как любой бизнес. Идем дальше. Второе. Когда эти люди стали директорами, это квалификация золотой директор. Золотой директор получает. Да вообще, любой директор с директоров. Первое, мы получаем 5% с товарооборота, который создал каждый из этих магазинов. Ну и свои 21 уровня. Поэтому золотого директора чек. Ну давайте возьмем товарооборот средний, что каждый делает не 500, а 750. Средний. Чек получается примерно такой. 270 долларов и плюс с товарооборота 3000 баллов компания выплачивает премию. Это 300 долларов. То есть у золотого директора чек 570 долларов. Цель это сделать за 2-3 месяца. Абсолютно реально. То, что сделал я в свое время, то, что делают мои партнеры, которые сейчас приходят. У меня громадное количество людей, кто это сделал. Дальше, чтобы получать премию, нужно увеличиваться ну примерно на 12% в месяц. Идем дальше. Следующий этап. Это когда эти люди сделали то же самое. Мы можем сейчас написать по одному, когда они сделали. Вырастили директора. Это промежуточный этап. Это изумрудный директор. Это чек примерно 700 долларов, 750 плюс-минус. Но я бы сразу сказал, когда эти люди сделали то же самое. То есть по 3 человека. Неважно в этой последовательности. То есть это не матрица. Кто-то 5, кто-то 2, кто-то 1. Любой баланс. Более того, есть компрессия. Не так, как в равноуровневых компаниях. Когда здесь может быть хоть десяток потребителей. Но когда эти люди сделали то же самое. И вы, предположим, у вас один директор здесь. Четвертое. Это бриллиантовый директор. Это в организации 12 директоров. У бриллиантового директора он получает чек плюс премия 500 долларов. В среднем у бриллиантового директора чек 1200 долларов в месяц. И теперь представьте, вот у меня одна из моих последних историй. Вот сейчас Константин Тарнопольский пришел. Это чек, который пришел с очень серьезного бизнеса. 27 лет это чек уже был долларовым миллионером. Машины, дома, озеро. Ну, в общем, чек реально успешен. Мы с ним сели общаться. Первое, о чем мы с ним говорили, о теме здоровья. Он сам меня нашел через рекомендацию. И второй вопрос, который он мне задал. Он говорит, Саша, расскажи мне, как здесь бизнес строится. Я вообще, если честно, удивился. Говорю, Кость, почему тебя это интересует? Он говорит, Сань, а я понимаю, тема воды это тема будущего. Я понимаю, что в своем бизнесе я достиг пика. Сейчас меня интересуют дальше масштабы, дальше развитие. И что произошло? Представьте, тот момент, когда он включился серьезно, прошло один год до момента, когда он становился бриллиантовым директором. фактически. То есть, у него в организации там было до 12 директоров. Мы это сделали, ну, за год, скажем так, действий. С нуля с директора до бриллиантового даже меньше прошло. А теперь представьте, вот это он так создал такую организацию. И дальше мы продолжили действовать, и каждый человек за один месяц просто удвоился. И в организации стало 24 человека. То есть, за 12 месяцев товарооборот, а прошел ровно месяц, и товарооборот увеличился вдвое. Вот суть этого бизнеса, это экспоненциальный рост. Это 24 директора, это пятый уровень, это уровень мастера, 24 директора, это чек, около 2000 долларов в месяц. Второе плюс, это автобонус. Автобонус, о чем идет речь? Вы получаете в подарок от компании машину. При товарообороте 20 тысяч баллов. Ну, то есть, что-то для этого нужно сделать, конечно же. Первый класс, это Mercedes A-класса, который у нас в салоне в Украине сейчас стоит около миллиона гривен. Где в обычной жизни человек может это сделать? Здесь реально это путь два-два с половиной года. Можно за год сделать, то, что сделал сейчас кофе. Не вопрос. Если вы с опытом, если вы пробовали себя уже где-то, вы развивались, вы можете это сделать еще меньше по времени. Все зависит от действий в единицу времени. Мы с каждым человеком садимся и планируем, сколько ему нужно сделать действий, чтобы это иметь через год, два или три года. То есть, весь бизнес, он подчиняется определенным цифрам. А теперь представьте дальше. Первый человек стал мастером, это квалификация, серебряный мастер. Все очень просто. То есть, первых три, которых вы привели, с этими людьми вы можете выйти на доход и в 500 долларов, и в 1000, и в 10, и в 20, и в 30 тысяч долларов всего лишь с тремя людьми. Не тысячи, а три человека. То есть, это отобрать, не уговорить, а отобрать. Серебряный мастер, это шестой пункт. Серебряный мастер, чек около 5 тысяч долларов в месяц. Плюс Mercedes C-класс, это то, что я сейчас буду получать от компании. У меня уже в организации сейчас вырастает второй мастер. В этом году я планирую сделать следующий этап. Итак, серебряный мастер, 5 тысяч долларов чек. Я думаю, что это даже для многих бизнесменов очень серьезные цифры. И идем в следующий момент. Три мастера в организации. Это чек, это золотой мастер. Чек около 10 тысяч долларов в месяц. Плюс 13-й чек. На каждом из этапов у серебряных мастеров и выше есть понятие как 13-й чек. Это поучаствовать в разделе процента с общего мирового товарооборота. Я хочу вам сказать, что если на серебряном мастере это чек, ну примерно так, что с чека серебряного мастера и с премией квартиру можно купить в Киеве, это точно. С 13-го чека золотого мастера с 1-го 13-го чека можно купить 2-3 комнатную квартиру в Киеве. Можете прикинуть и посчитать примерно, что это получается. Фактически три человека, которые призы идут в вас и станут лучше вас. Я не умею говорить, я не общительный, я еще что-то. Найди того, кто будет круче тебя. Вот суть нашего маркетинг-клана. По процентам. С первого поколения 5%, со второго 5%, с третьего 5%, с четвертого 5%, с пятого 5%, с шестого 5%. Это то, что получают люди до мастера. С мастера добавляется процент. Плюс 2. Максимальный процент плюс 6% каждому поколению и до бесконечности. Который отсекается бонусом бесконечности нежестоящего мастера. Но это уже глубокие моменты. Поэтому, вот что значит бизнес-план, когда сбалансированность и условия для потребителей, и условия для начинающих, для лидеров и для топ-лидеров, когда выгодно, когда тебя обгоняют. Вот типы маркетинг-план, и вот маркетинг-план Кораллового клуба. Ну что, и последний пункт, о котором я тоже думаю нужно поговорить, это момент, который касается системы развития бизнеса. Как мы работаем в нашей команде, как это происходит. Но тут буквально анонсом мы обойдемся. Первое, мы учим человека, что задача отобрать людей, которым это будет интересно. Две группы людей. Первое, это 15, 20, 30 семей, которым будет интересна тема здоровья. И второе, это три лидера. Три партнера, которые вместе с вами будут дальше развиваться. То есть, услышьте меня, не рекрутинг, не уговоры, не продажи, а отбор. Я бизнесмен. И предположим, у вас вы владелец своего завода, ну неважно какого, мебельного. И вам нужен зам с доходом в 10 тысяч долларов. Вопрос, вы всех возьмете? Конечно нет, вы будете отбирать. То же самое делаю здесь я. Я когда общаюсь с человеком, я говорю, он говорит, ну давайте я разберусь, подойдет ли мне. Я говорю, на самом деле, ситуация двоякая. С одной стороны, подойдет ли тебе, а второй момент, подойдешь ли ты для того, чтобы работать. Ну конечно, вы же всех принимаете. Абсолютно нет. Мне каждую неделю 3-5 человек просятся разобраться, помогите, еще что-то. Увидели ваше видео в интернете, там идея, альтернатива бизнеса, это мое первое видео. Вопрос, совсем ли я работаю? 100% нет. Почему? Мне лучше найти 3, чем сотню, которые будут забирать мое время. 3 человека, и моя инвестиция, это мое время. Я хочу инвестировать в тех людей, которые готовы действовать. Поэтому первое, мы берем взаимные обязательства, мы 100% договариваемся о партнерстве. Мы каждый день на связи, мы анализируем, обсуждаем действия, мы планируем новые статусы, то есть полной связки. Задача вывести на результат, иначе не имеет смысла ни это видео записывать, ни обучать, ну и так далее. Теперь представьте, чему мы учим? Первое, это список. Мы учим пополнять его, мы учим работать в интернете, звонить по объявлению. Сейчас могу взять газету с объявлением, мы как-то запишем этот тренинг, еще один. Я могу реально несколько дней назад сделать 10 звонков, из них 3 встречи. Сейчас уже люди оформляют себе дисконт, и начинают делать первые шаги. Поэтому реально масса источников, где мы можем взять, в том числе интернет, утром и вечером ты пишешь определенный текст, определенные действия, и у тебя каждый день 3, 5, 7 встреч. У меня сейчас такой график, что каждый день реально в районе 10 встреч. От 8 до 15, по-разному. Кто хочет организовать это с абсолютного нуля, вот это задача системы, это задача наставника. Помочь. Следующий момент. Мы учим людей, каким образом приглашать людей. Это первое сито, приглашение. Как грамотно человека пригласить на встречу, чтобы он пришел. Следующий момент. Это встреча 2 плюс 1. Как проводятся встречи, как они организовываются, как общаться с человеком, так, чтобы человек вас услышал. Или, ну скажем так, как минимум, чтобы вы гордились тем, чем вы занимаетесь. И третий пункт. Это система. Системные семинары, которые работают, на которых мы привозим людей, которым интересно это как бизнес. Вся моя история развития, это от события к событию. У нас семинар походит 3 месяца, 2 дня, где идет отработка навыков, знаний, практика. То есть люди, которые уже состоялись, они приезжают и они делятся своим опытом. Задача одна. В течение 3 месяцев мы действуем, привозим людей на события. И потом они делают то же самое, и то же самое, и то же самое. Помните, я показывал, как раскрыт этот бизнес? История моего развития. Это 5 человек, потом 12, 20 человек, 50, 100. Сейчас у меня семинары проходят в районе 200-250 человек. Вот так работает этот бизнес. Более того, мы очень работаем через интернет, как выходить на Европу, на Америку, ну и так далее. Поэтому самое главное, нужно понимать, что мы заинтересованы в развитии людей, которые реально приняли решение и разобрались. Кто мручит голову, кто кому не нравится, кто ищет причину, чтобы этим не заниматься, вообще не вопрос. То есть тут никто никого не тянет. Если человек принял решение, у нас есть все для того, чтобы состояться. И так, давайте подытожим все то, о чем мы только что говорили. Первое. Мы говорили с вами о стратегии, мы говорили о продукте, о бизнес-плане и о системе. И первое, с чего нужно начать, первое, прийти к человеку, который дал вам эту информацию, дал вам это видео, оформить дисконт, разобраться в продукте, начать пользоваться продуктом, дальше сесть, взять новый листок бумаги и реально распланировать, с чего начинать, какие действия, как пишется список, ну и так далее. И, собственно, в команде это все произойдет. У нас уже все есть для того, чтобы здесь состояться. Компания сейчас переживает самый лучший свой период в своем развитии, стадии экспоненциального роста, развития новых рынков, Европы, Америка, Азия. Сейчас вот в этом году планируется открываться, что там у нас, Тайван, Филиппины, Мавайзия и Вьетнам, одни из самых перспективных рынков. Есть предложения для людей из других сетевых компаний, для бизнесменов и для просто обычных людей. Разберитесь, вы понимаете, что за тем, что я говорю, это не просто эмоции, типа, а-ля самая лучшая компания в мире, это вообще фраза, оторванная от реальности. За этим всем стоит анализ. Поэтому, если у вас цель, пассивный доход, проанализируйте очень глубоко та ли гора, куда вы идете, ну, скажем так, ведет ли она к вашей цели и к вашим задачам в жизни. Потому что, когда я проанализировал, реально я понимаю, что я правильное место, в правильное время с нужными людьми. Ну что, на этом наша вторая часть подошла к завершению. Вот, если вы досмотрели, опять же, до этого места, ну, однозначно, это говорит по вашей и цели устремленности, и внимании, потому что слушать одного человека в течение, там, 30-40 минут, часа, я не знаю, сколько у нас там видео получилось, но нужно иметь как определенное сживание. Как минимум, у вас это уже есть. Вопрос, реализуете ли вы это, но это зависит только от вас. Я вам желаю по-настоящему поверить, что все, что вы хотите, вы реально можете реализовать. Ну и самое главное, это вопрос целей. Задайте себе вопрос, вот то, чем вы занимаетесь сегодня, вот, та ли это дорога, та ли это, скажем так, стратегия, которая позволит вам изменить качество вашей жизни. Задайте себе вопрос, а устраивает ли сейчас то, где вы сейчас находитесь, то место, доход, уровень, зарплата, потому что, если да, лучше ни к чему не двигаться. Но если нет, нужно понимать главный закон жизни, что то, что я делаю сегодня, это то, что я, скажем так, то, что я имею сегодня, это результат наших вчерашних действий, а то, что я делаю сегодня, это результат нашего будущего. Поэтому задайте себе вопрос, устраивают ли меня мои прошлые пять лет, как я жил, что я имею, если ничего не изменится, будет все то же самое. Вопрос следующий, сейчас, может быть, это и есть тот символ, который поможет вам что-то изменить. В любом случае, я желаю вам верить в себя, верить в людей и самое главное знать, что все, что вы хотите в этой жизни, это возможно. Все, всем успехов!